Я думаю, что мы сегодня еще раз в это уже вечернее время будем благодарны Господу за то, что Господь дал нам возможность еще раз собраться вокруг Его Святого и Божественного Слова, чтобы еще раз поучиться в Его Слове о том, как нам нашу жизнь вести на этой земле, как нам сегодня проверить свою жизнь. Потому что прежде всего, когда мы приходим на наши места молитв, на наши места общения, то у нас есть желание проверить, проверить свои чувства, проверить свои желания, проверить свои поступки на словании Слова Божия, потому что это очень важно. Когда мы проверяем нашу жизнь и обнаруживаем, что что-то было не так в нашей жизни, это дает нам возможность устранить грех, устранить те преграды, которые разделяют нас с Господом, чтобы в дальнейшее время идти вперед. Вы, наверное, знаете, что никто и ничто не может нам помешать войти в вечные обители, кроме греха. Единственное, что для нас страшно, это грех, который может и разделяет нас с Господом, если он есть. Вот поэтому Слово Божие, оно призвано к тому, чтобы обнаружить его и удалить. А удалить очень просто. Господи, прости, потому что, прежде всего, надо назвать вещи своими именами, потому что, если мы не считаем грех грехом, то в нем и каяться не будем. А когда мы поняли, что вот в этом месте нашей жизни есть неправота, тогда мы осознаем, что как же и Господь устраняет. И тогда мы можем опять идти свободно, чтобы служить Господу и славить Его имя. Поэтому будем продолжать разбор посланий апостола Павла к Каласянам. Мы проходим первую главу. Я просто немножко напомню по нашему прошлому разбору, который уже давно был. И мы обращали внимание на многие вещи. Но я просто обращу внимание на 10 стих первой главы, где апостол Павел учил, что мы поступали достойно Бога. Потому что нашими поступками, нашими делами, которые мы делаем, мы свидетельствуем о том, что мы находимся в вере. Говорить, что я верую, что это одно, и это уже хорошо, когда мы это исповедуем, и иметь эту веру. Но я еще раз напомню, есть вера мертвая, и есть вера живая. И по сути дела, если я говорю, вера мертвая, то это, наверное, уже не совсем вера. Потому что вера ведет в жизнь. Вера заставляет жить. И как раз то апостол Павел довольно частен, хотя предупреждает тех, кто будет слушать его и читать Слово Божие, чтобы поняли его правильно. Помните, он негде говорил, говорит, некоторое, что мы так учим. Помните? Я, говорит, так не учил никогда. Ну, что надо грешить, чтобы благодать умножилась. Вы помните послание к Крымлинам. Ну, вот люди вот так вот понимали, брали что-то отрывочное, истолковывали по-своему, обвиняли Павла, что неправильно учат. Поэтому я хочу сегодня еще раз напомнить, живая вера, она сопровождается делами. И еще раз хочу напомнить, или еще раз подтвердить, чтобы не было никакого заблуждения, потому что когда мы говорим о делах, это совсем не значит, что мы спасаемся делами. Мы спасаемся верой. По вере получили спасение. Но спасительная вера – это вера, которая сопровождается делами. А если это просто разговоры, а жизнь идет не совсем так, как надо, мы такое можете наблюдать в жизни. Когда человек убеждает себя и всех, что он верит, что жизнь его мирская, ничего нет у живого. Поэтому это просто обман. И мы сегодня можем себя проверить, свою веру. И Павел говорил, помните, по сравнению к Галатам, я в прошлый раз напоминал, «Братья, смотрите, в веры ли вы?» Братья. Он не говорит людям неверующим. Он говорит братьям еще. Он говорит, смотрите, братья, в веры ли вы? То есть, чтобы вы не обманывали самих себя. Потому что вера сопровождается делами, как правило. Вера соответствует дела веры. Это и дела веры, которые мы понимаем и всегда понимали. То есть исцеление, чудо-творение и так далее. Но и жизнь наша, и поступки чистого отношения житейского, она включается еще даже в веру. Оно не может быть по-другому звучать. И апостол Павел говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Видите, некоторые поступки наши, если мы говорим, что они поступки верующего человека, то есть того человека, который убогий, то Бог может сказать полностью, я ничего общего с вашими делами не имею. Это дело не достойно меня. Я бы никогда так не сделал, как ты сделал, я сделал, другое сделал. Достойно Бога. То есть именно Бог на этом месте сделал бы так, как я сделал, или нет? Конечно. Мы имеем в виду наш человеческий уровень. Мы не имеем в виду уровень ангела, или уровень какого-то еще, если у Бога там есть кто-то. Мы имеем в виду наш человеческий уровень. На нашем уровне, в наших взаимоотношениях, в нашей человеческой жизни достойно Бога. Я хочу напомнить, все по воле Божией. И именно так, как Бог хотел бы. Почему мы, и не знаю, насколько это стопроцентно, но читаем местописание, которое говорит, воля благая, угодная, какая еще? Совершенная. Благая, ну, значит, по Слову Божию, угодная, а совершенная, это уже, ну, что-то более такое тонкое. Это именно то, как надо сделать, как надо совершить, чтобы было не просто имитация чего-то доброго, а на самом деле полнота. Полнота. Поэтому Писание здесь говорит, чтобы ему можно принести плод только тогда, тогда благое дело делаешь по воле Божией, а иначе это не будет плод. Но хотя бы самое простое, мы призваны к тому, чтобы помогать друг другу, видеть нужды, видеть проблемы. Вы помните, я не один раз говорил, что именно вот весь смысл учения Христова и в конце концов сводится к тому, чтобы мы научились жить друг другу так, как надо. Это был только фрагмент, но он очень важный. Я хочу его сегодня напомнить еще раз, потому что говорю, о деле благом можно принести плод. и лету надо поглубже понимать, что Господь хочет делать. Вы помните два места Писания? Значит, мы от твоего имени пророчества или бесы сгоняли, чудеса творили, а Господь что сказал? Я никогда не знал, отец меня делаешь, чем беззаконие. А во втором месте вы меня накормили, напоили, приняли, посетили, и что он сказал? Войдите благословенные в царство Отца Моего, а то он и вам при рассоздании мира. Вот вам, пожалуйста. Вот все духовные дары, сила, преобразующие сила Господа, она направлена на то, чтобы научить нас любить друг друга, жить друг другом нормально так, как надо. И это, оказывается, для нас не очень просто и не очень легко. Накормили, напоили. Представьте себе, что в одного человека есть нужда в самом деле. Где-то куска хлеба нету, а в другом нет куска хлеба, он ничего не хочет сам делать совершенно. Вот понял, что веруешь, чтобы его накормить, вот он пришел и кормится. И в одного хлеба нет, и в другого хлеба нет. Я взял, одного накормил и другого накормил. Вроде бы, снаружи я делал то, что надо. Но для одного это была помощь, а для другого я просто подтолкнул и дальше ничего не делать. Вы меня поняли, что я сказал? Вот снаружи все было одинаково, но это уже было неблаговое. Это наоборот. Ну да. Если я накормил, допустим, эту, но я ему должен сказать, слушай, ну давай. Но для этого все-таки я должен знать, что с этим человеком происходит. Он в самом деле вот так вот живет или, или, ну в самом деле Бог что-то делает. И вот как раз-то благая, угодная, то вот последний вариант не дать, когда кажется надо, то и будет совершенная. Чтобы не разбаловать. А если наоборот будет несовершенная, и вроде добрая, хорошая, ну, и я бы мог привести не один пример, может быть, более доступный. Но я думаю, вы не поняли, что я хотел сказать. Вот совершенная воля. Ну, допустим, ну как мне что-то изобразить? У человека, допустим, там нужда большая. Там, допустим, у меня есть деньги. Я могу покрыть его нужду полностью, у меня не есть. А могу просто сделать вид. Ну как, ну вместо 500 долларов дать 50. это будет только вид, что что-то сделал. На самом деле не довел до конца то, что надо было. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Это будет не помощь. Это помощь тогда, когда надейственная. Я, допустим, когда-то был в Америке, это не этот раз, это был прошлый раз. Там один из братьев, и вы знаете, что и я так вот подумал, и правильно. Он говорит, мы только вот так вот по 50, по 100 долларов только даем тем, кто в самом деле больной, лежит и ничего не может делать. Но когда у тебя человек может работать, я у него спрашиваю, ты чем занимаешься? Ну, как пример, ну, теплицы. Говорит, сколько тебе надо, чтобы ты имел эту теплицу? Говорит, ну, 200 долларов. Нет, говорит, ты давай посчитай хорошо. Поставить ее, купить пленку. Потом говорит, вот на тебе 600 долларов, ты можешь все себе приобрести, но больше я тебе помогать не буду. Вы уловили? А дать ему 50, 100, и опять вот будет просить, и ничего не будет делать. Ну, что тут за помощь? Ну, да, конечно, речь идет о людях, которые имеют их. Это предприниматели, которые их имеют. Вы и я так не сделаете. Ну, тоже я еще под одну ребенку не причесываю. Но я имею в виду то, когда человек может. И вот здесь Писание говорит о той полноценной работе, которая должна быть. Воля благая, угодная и какая? Совершенная. Поэтому Господь, когда оказывает нам помощь, то Он оказывает нам совершенную помощь. Не ту, на которую мы иногда рассчитывали бы. Но эта помощь включает Его помощь, чтобы дать нам способность ну что, проповедовать, работать, ну что еще делать? Служить Господу тем даром, который Он дал нам. И Писание говорит, трудящийся, достоин чего? Пропитания. Так вот, ты поехал трудиться, то Бог тебе дал, а дальше уже зарабатывает трудом. а не постоянно вот так. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы вот обратили внимание, принося плод во всяком деле благом. Благ только Бог, дело, которое Он делает по Его воле. Принцип, который хотел бы применить, вот это будет благое дело. Остальное и можно же делать, но оно не будет приносить плода того, который должен быть. Поэтому я обращаю на это внимание. Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. А у подельника написано растущий познанием Бога. У нас есть духовный возраст. И когда мы познаем требования Божьи, Его характер, то мы тогда возрастаем в нашей духовной жизни. Но уже сегодня, когда прошло время, я уже даже то, что тогда чувствовал, я уже не могу оценить сегодня, оно исчезло. Вот как только я открыл глаза, это было что-то такое, ну я не знаю, я не знал в словне, чтобы выразить это. А сегодня я то же самое знаю, что и вы. Вот эти все чувства настолько не держатся у нас сегодня. Ну невозможно. Я, наверное, рассказывал, когда я от самого начала я очень хотел служить Богу. Но знаете, у каждого свой характер. у меня, правда, не всегда так получается. Но у меня или делай, или не делай. А уже если делаешь, то делай от всего сердца. Я говорю, у меня не всегда получается так. Ну, направление вот такое. Ну, очень хотелось так сказать, ну, Господи, ну, покажи мне ад, чтобы у меня страх был, чтобы я не попал туда, в этот ад. Ну, я же думал, что когда будет страх. А тогда ты не понимал, что такое страх. Страх Божий иметь. Оказывается, страх Божий это зло ненавидеть написано. А то не тот страх, то погибну. Это может быть часть только страха. А страх Господень ненавидит зло. Ну, наверное, если ты точки зрения рассматриваешь, то, наверное, у нас мало страха Божия. Правда? Мы с ним воюем, но мы его не ненавидим. Он нас влечет часто. Тянет туда. Ну, понимаешь, головой упираешься руками и ногами. А если быть ненавидит, так если ненавидишь, так вообще и говорить не будешь, а разговора даже быть не может. Я бы хотел, чтобы мы ненавиде его за страх Божий имели. Ну, оказывается, вот его как такового и нет на сегодняшний день. Ну, может быть кто-то, не знаю. Я о себе говорю, что не всегда у меня в этом вопросе есть страх. Я понимаю, головой не хочу, но чтобы ненависть была. Но я не вижу человеческой ненависти. Это не что-то другое, наверное. Ну, и хорошо. Просил, просил. Я допрошился. Заболел воспалением легких, крупозное воспаление легких. Вызывали скорую помощь. Знаете, я тут три дня не приезжал. Я в деревне тогда был. Я уже дошел до того, что молчать не могу, потому что очень больно. Хочется. А когда начинаешь кричать, то еще больнее становится. Потому что легкие, но что ж больно. И тут же сразу я как-то проваливаюсь и вижу туннель вот такую. И голос с неба говорит, это еще не адская боль. Это тебе только адом потянуло. Это, говорит, не адская боль. Тебе потянул только с ада. Немножечко захватило. Ну, что вы можете. Мне на неделю хватило. И не больше. А потом все притужевывается, глушится все. И уходят эти ощущения. Ну, ну что. И потом правильно мы сегодня говорим. Что не этот животный страх заставляет нас искать Бога любого Божия, который постоянно влечет. Вот Бог как-то умеет зажечь наше сердце, умеет достигнуть его. Ну, вот что является, вообще-то, основанием и спасением нашего, и двигателем. И вера понимаем, живем, идем. Мы просто обманывающие иногда. Думаю, если мы это узнали и почувствовали, то уже все. Я знаю людей, которые в раю побывали, и сегодня они живут. Но они сегодня настолько ослабели, настолько охладели, что они стали хуже тех, которые нигде не бывали. Вы меня понимаете, что я говорю? Не работает. С одной стороны, действует. Что-то есть. Но все-таки, это не совсем то, что нас постоянно держит около Господа. Но держит, конечно, Его забота, любовь, и то, что часто не обращает внимание на наши чувства. Молимся, просим, Господь приближает и делает свою работу, чтобы дать нам наследие святых во свете. Бог нас к этому призвал. И тринадцатый стих читаю. «Избавивши Он нас от власти тьмы и уведши в царство возлюбленного Сына Своего». Чтобы войти в царство возлюбленного Сына, надо, чтобы Господь избавил от власти тьмы. И сегодня Господь это сделал через кровь Христа, через нашу веру. Если даже эта власть простирается над нами, и, может быть, иногда имеет власть, и мы что-то делаем не совсем то, что надо, то приходим, каемся, и тут же кровь Христа уничтожают грех. И опять власть тьмы нету. Может быть, на пять минут нету. Может быть, через пять минут опять влез туда же. Может быть, на одну минуту, но уже нету. И вот в этом наше счастье на сегодняшний день. что в крови Христа по вере мы имеем избавление от власти тьмы. Ну, хотелось бы, чтобы вот эта власть Господа, она настолько пропитала нас, чтобы нам не каждые пять минут возвращаться к Богу, освобождаться. Освободился и хожу во свете. Вы знаете, есть люди, которые всю жизнь только то и делают, что грошат и каются. И это продолжается десятилетиями. Грошат и каются, грошат и каются, грошат и каются, грошат и каются. Ну, и, конечно, если вера, получат спасение. Все-таки по вере. Но я думаю, что такая жизнь никому неинтересна и неприятна. Уже хочется жить полноценной жизнью, чтобы не только заниматься этим падать и вставать, а работать, делать что-то. А все время падать и подниматься, падать и подниматься. Ну, согласитесь, что это не жизнь. Но есть такие сердца, есть такая воля порабощенная, есть нечто такое в характере, может быть, как мы называем сегодня по-человечески. Ну, есть и такие люди. И их тоже надо вмешать. И это тоже милость Божия. Вы помните место Писания? Праведник чем раз упадет и встанет. Ну, какой это праведник, который чем раз падает? Ну, какой это праведник? Чем раз упадет и встанет. А он говорит, а нечестивый? Один раз и не поднялся. Вот и разница. А то, что дьявол преследует, есть какие-то свои места, претензии какие-то, падает. Но его натура, его сердце, его расположение, его стремление ходить с Господом. Поэтому, ну, и надо правильно понимать, праведник через кровь Христа. Хотя, вовсе, когда речь идет о праведности, речь идет о делах. Вы помните, я в прошлый раз говорил, разницу ставил, святость и праведность. Праведность, когда знаешь и делаешь. А святость, когда это еще и потребность сердца. А я сегодня еще раз напомню, что не всегда то, что мы делаем, является потребностью нашего сердца, а является следствием учения Христова, которое мы читаем и знаем, что так надо. Как уже рассматривать такое положение? Конечно, это уже положительно, потому что это борьба, это война, но это говорит о том, что еще не все доделано, не все в порядке, что еще нет той святости полноценной. Голова работает. И, если раньше мы читали послание к Крымлинам, там Павел говорил о делах закона. Помните, я тоже об этом напоминал. он говорит, если ты сегодня праведный, праведный, если ты говоришь, он там с иудеями разговор вел, ты десятину даешь, ты не воруешь, не крадешь, не проник, то это не твое дело, это дело закона, который сказал, попробуй наружу, получишь. Он говорит, это не твое. Ты просто из страха это делаешь. Это, вроде, дело закона. Вы помните, если мы об этом рассуждали, то не твое. Но у нас сегодня довольно часто это дело учения Христова, то, что мы правильно живем. Я не могу вас обвинять, я не знаю, может, вы живете действительно по увлечению сердца. Я просто говорю, в общем, вы меня не знаете, я вас не знаю. Я просто говорю, для себя и для вас. Вот довольно часто вот наша праведность и наши правильные поступки, они не продиктованы сердцем нашим, они продиктованы нашей головой. И тем, что написано. Вот написано так, я делаю. А на самом деле, я бы по-другому делал бы. Не благословил бы, как говорят, а улов дал бы. У меня вот такое, за то, что он сказал. На Писании, говорит, благословляться, я благословил. Но на самом деле, если бы не было Писания, я бы наоборот сделал бы. Поэтому это уже заслуга Писания, заслуга благодати Божией, а не моя. Я, знаете, понимаете, о чем я веду речь? А хочется, и апостол Павел учит этому, чтобы так познать Бога, чтобы жить по Писанию, даже не зная Писания. И еще раз напомню, первые мгновения или первые дни, или первые месяцы жизни Иисуса Христа на земле. Если бы он хотя бы один раз согрешил, независимо от того, в какой период времени он это сделал бы, он бы никогда не воскрес. Но у него была такая природа, как Писание говорит. Он не умел произнести слово отец и мать. Он еще не мог понимать разумом, но его природа не позволяла ему согрешить даже тогда, когда он не понимал, как надо. Его природа, натура такая была. И учитывая все времена жизни и времена развития, когда был маленьким ребенком, только что родившимся, он же развивался так вообще. И дальше будем читать, здесь есть место, где мы на это обратим внимание. Это был муж скорбей. Помните, оно странно звучит, когда на это конституционное изменение, изведавший болезни, болел. Ни вида, ни величия не было. Правда, благодать Божия была на нем однозначна. И мы не поставим знак равенства между нашими детьми, нами и им. Это тоже однозначно. Но однозначно и то, что натура его была святая. И он просто-напросто не мог делать грех. И даже в утробе матери, вы помните, я говорю, дядя Яков Сесавом уже грешили там. Вот если бы не это место Писания, то мы никогда бы не знали бы, что и там можно нарушить волю Божию. А не дрались во шреве матери за первенство. Если кто-то первый раз слушает, то я напомню, очень так говорит. И вот, из Якова я буду судиться за то, что еще в очреве матери он запинал брата своего. Если бы не Писание, я тоже однажды впервые увидел это. Я понимал, пинать это значит, шевелился. Оказывается, мама лучше знала, чем я. Она, когда услышала это, говорит, пошла молиться, вот если так, это будет жизнь, зачем мне это надо? Она поняла, что там делается? И Господь сказал ей, да, это два народа в твоем шреве. Они будут воевать, вот у шреве начали и будут продолжать. Еще они продолжают вот этот арабский мир бунтуют. Ну, вообще-то Исаава, наверное, нету его потомку. Уже надо об Измаиле говорить, ну, что они бунтуются. Но, в всяком случае, истреблен будет Исаав там. Помните, есть это место Писания в Авдео, Малых Пророков, там очень много об этом написано. Поэтому очень важно иметь вот эту наследственность, вот эту чистоту, эту направленность. И повторю то, что я не раз повторял. Почему-то это сегодня как-то опять повторается. Говорят, что уже год, два, уже поздно воспитывать детей. Говорят, надо воспитывать, оказывается, червоматери надо воспитывать. И сегодня ученые говорят, что, когда ребенок рождается, то он уже на земле ищет тот голос матери, который он там слышал. И прилипляться к той атмосфере духовной, в которой его носили вашей матерью. Вот уже зачатие воспитывается уже оказывается. Вот почему умные люди в прошлое время говорили, когда женщина беременна, там она не должна волноваться. Помните, вы, наверное, больше меня знаете. Я не особо в этих разговорах участвовал и меня так не учили. Может быть, потому, что в это время я уже был оторван от этих людей. Ну, умные люди, люди опытные так и говорили. Женщина, когда носит волшебие, она не должна то, не должна, потому, что отразится на плоде. Это правда. Это подтверждается Библией. Это подтверждается Священным Писанием. Поэтому избавивши нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Вот два этапа жизни. Потому, что если не избавишься от власти тьмы и не войдешь под другую власть, то не устоишь, не сможешь идти. И потому уже сегодня верою мы посажены на небесах. Конечно, это касается нашего духа, который обновляется с каждым днем. И не касается нашей плоти, которая старает. А знаешь, что Писание говорит? Седьмая глава, восьмая глава послание к кремлинам, что она еще тело смерти. Она искуплена в надежде. Вы помните, кажется, 23 стих восьмой главы. И он говорит так, что мы ожидаем искупления, усыновления тела нашего. В надежде оно усыновлено и искуплено, а на самом деле стареем, разваливаемся с каждым днем ветшаем, но внутренний человек обновляется, он посажен на небесах уже. И это очень важно вот отметить, познать Бога. Вы знаете, вот послал Павел однажды разницу поставил. Он сказал, хоть я невежда в слове, но что? Но не упознание, кого не в познании. Бога, наверное, правда? Потому что вот это слово, даже вот то, которое мы сегодня держим, разве только пророки пророчествовали, то они знали что-то, и то не совсем понимали, о чем говорят. А вообще оно есть нечто общее, что дается во все времена, а есть нечто, что дается в определенное время. И Господь говорил Данилу, помните, это был муж желаний, мудрость Божия была в нем. А что это значит? Придет время, чем кому надо, они будут знать, что значит. А ты напиши, прочитай, иди к твоему концу. И вот это слово, даже вот Библию, даже самые великие мужи, они не знали полностью. Потому что есть некоторые вещи, опять повторяю, которые присущи определенным временам. И только люди, которые живут в то время, они могут понять, ну там над миром будут летать железные птицы. Но мы сегодня не понимаем, самолеты летают. Может еще что-то летать будет, космические корабли, спутники. А в то время ну птицы, железные, ну что понимали? Понимали? Умный лишь это символический язык. А вот до конца то и не понимали, что есть на самом деле. Но познание Бога, оно должно быть у каждого. Укрепляя всякой силой, помогущество славы Его во всяком терпении, великодушии и с радостью. Поэтому я обращаю внимание, выкачу, что на десятости в познании Бога возрастаю. Значит, это нечто очень важное. Когда человек пропитывается желаниями Божьими, пропитывается его характером, и тогда он поступает правильно, хотя не слышит четкого голоса, как это надо сделать. Его внутренний человек подсказывает. Вы помните место Писания? Чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот принимаешь решение, и тут же неуютно становится. Тебе никто не говорил, не слышал голоса, что это неправильно, а просто принимаешь решение, оно не идет. Поменял в другом направлении, все, открытый путь, пожалуйста, без слов, без видений. Но человек внутренним ощущает, что вот это то, а вот это не то. вот это так надо делать, а не так, как я раньше думал. Потому что бунтуется внутренний человек сразу. Познание Бога, то есть шлияние с Ним в одно. Его мысли, мои мысли, и его чувства, мои чувства, его желания, мои желания. И в этом вопросе апостол Павел говорил, слово я все не знаю, это без премудрости, ведения, его судьбы непостижимы. А вот познание Бога, уже вот здесь я говорю, познаю и стремлюсь почти до этого познания. И здесь Павел говорит, именно возрастать можно у познания Бога. И это очень важно. Я эту мысль неоднократно подчеркиваю, потому что это одна из причин Бог нас так учит познавать Его, когда часто на наши нужды, на наши вопросы Он не отвечает. И предоставляет нам право воспользоваться тем, что мы приобрели и нашими чувствами, как ты постигаешь чувства Божьи или тебе надо сказать. Вот еще раз повторяю, что-то очень важно. Когда Бог скажет конкретно, и мы знаем, что это Бог, то мы будем делать даже тогда, когда нам это не нравится. Правильно я сказал? Будем делать, правда? Хоть не нравится со скрипом, но Бог сказал. А если бы не сказал, вот тогда твои чувства, твое расположение, было бы расположением Божиим или нет. Вот пожалуйста, конфликт получается у нас. А Бог добивается того, чтобы не надо было говорить. Вот это и есть святость, когда человек чувствует, что надо и что не надо. По воле Божьей я имею ввиду. И это есть рост. укрепляя всякою силою по могуству славы его во всяком терпении великодушии и с радостью. Вы помните, я об этом говорил в прошлый раз. Можно терпеть и что никакой радости в этом терпении не испытывать. И наверное для нас в большинстве случаев именно вот и подходит терпеть, но радости не испытывать. А здесь Павел говорит, как оно должно быть, если есть духовный возраст определенный, терпение, потом великодушие, когда человек не обращает внимания на обиды, не обращает внимания на многие что-то. Великодушный человек, говорят. Ты ему сделал плохо, да он не обращает внимания, делает себе хорошо. Великая душа, то есть она умешает. И здесь речь идет умешает не то, что хорошее приятное. Хорошее приятное мы все умешаем. А умешает то, что неприятно, умешает то, что не очень нравится терпение, великодушие и с радостью. Вот как раз вот эта радость, когда в таких обстоятельствах, когда люди вот этого мира, люди неверующие теряют мир, теряют благословение, у них нападают уныние, то, когда в это время вирус человека есть радость, то, значит, это радость от Бога, которая пришла. И она основана на более высоких ценностях, чем у людей этого мира. и она не зависит от житейских обстоятельств. Это радость от Бога. Терпение, великодушие, почему я обратил внимание на великодушие, потому что здесь речь идет о том, чтобы воспринимать нечто, умешать, не обижаться, не торгать отрицательное и с радостью. когда-то я рассказывал этот пример, когда некто из братьев отказался от присяги, его, значит, вывели сквозь строй и приказали каждому солдату плюнуть ему в лицо. И когда первый плюнул в лицо, его сердце наполнилось радостью большой. Тогда ему сказали, что он ненормальный человек, правда, он в глазах людей ненормальный, но он нормальный в глазах Божьих, потому что вот эта радость, она исходила не от обстоятельств жительских окружающих, а только от Господа. И причина радости была в том, что он терпел за имя Божье. Вот причина радости. Я для чего привел этот пример? Терпение и великодушие с радостью. И это бывает тогда, когда мы терпим не за проступки, помните, не кто сказал, кажется, Петр сказал, что вам за польз, когда вы терпите за проступки, когда вас бьют. А когда делая доброе терпите, вот это Богу угодно. А когда терпите, уворовали, да посадили, или избили кого-то, да наказали, ну что за радость? А вот когда вы Евангелие проповедовали и наказали, это уже должно радость производить, если возраст духовный есть, если не связан с земным очень сильно. И потому я просто еще раз обращаю внимание, это одиннадцатый стих, укрепляет всякую силу, помогу, что слава его, а вот без этой первой части не может быть терпения великодушия и радости. Именно тот, кто укреплен вот этой силой Божией, необыкновенной, нечеловеческой, у него может быть вот такое проявление в жизни. И дальше двенадцатый стих читаем. Благодара Бога и Отца призвал, что Он нас к участию в наследии святых во свете. Наследие святых. Когда мы проходили послание Петра, то там в первой главе пятый-четвертый стих, что Он нас призвал к купованию живому, или призвал нас к купованию живому, наследству нетленному, шистому, неувядаемому, хранящим на небесах для вас. И я в прошлый раз говорил, вот обращал внимание на этот вопрос, что если нам сегодня живя на земле, не иметь в виду, что у нас на небе есть наследство, но оно чистое, чистое, то мы тогда вообще неправильно живем здесь на земле. Тогда надо жить так, как этот мир живет. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Но если на небе ничего нету, как в связи с тем, что говорили некоторые воскресения мертвых нет. Тогда Павел, слушайте, если нет воскресения мертвых, тогда зачем вы тогда стараетесь? Зачем это все надо? Но он говорит, есть воскресение мертвых, есть наследство на небе, и оно чистое. И потом ради этого наследства, которое вечное, живое, непроходящее, мы часто отказываемся от этого земного. И особенно обращаем внимание, когда оно нечистое. Сколько сегодня есть у людей наследство нечистого, взятого по лукавству, взятым, ну, не надо было брать его. То вот то наследство, даже для земли, которое нам принесло в пользу, только то, которое чистое. вот все нечистое, что сегодня у нас есть в домах наших, ну, не говорю уже про сердца, если, например, другую надо тему вести, уже не про наследство, оно не принесет нам пользы. Однажды в определенное время оно сработает нам во вред. Потому что настоящее, живое, нетленное, то, что чистое. Пусть его будет мало, но оно будет к пользу. Но если будет много, но нечистое, оно не принесет пользы. Потому что однажды, во-первых, в этом вопросе благословения нет, а во-вторых, ну, если это нечистое, взято нечистым руками, если мы не кать, то Бог будет судиться. И это уже не принесет радости. Поэтому апостол Павел здесь очень особое внимание обращает, что к участию в наследии святых во свете. Ну, во свете, может быть, это слово надо дать людям, которые во свете. Может быть, что оно хранится в неприступном свете вместе с Господом, потому что Писание говорит, что Бог обитает где? в неприступном свете. Поэтому очень глупо звучало, правда, это было очень давно, но я это время помню, когда космонавты вступили на Луну, и люди язвили, что Бога нет. Вот добрались до Луны, а Бога там не нашли. А Писание говорит, что Бог на Луне не сидит. Он обитает в неприступном свете. Если бы даже попали в свете, но он преступный, то уже Бога там не нашли бы. Он обитает в неприступном свете. Именно потому вот эти именно и обетования, которые нам принадлежат, и наследство, мы о нем, конечно, ничего не знаем. Мы говорим об этом, и, может быть, когда увидим, когда войдем в ту духовную атмосферу, которая будет в вечности, то, может быть, тогда и оценим, а сегодня, например, я не могу оценить, я не знаю что-то такое, но видел что-то, но слышал что-то, но оценить сегодня не могу. А Писание говорит, что очень ценно, драгоценное, но не для нашего маленького компьютера, не для нашего сегодняшнего развития, потому что Писание говорит об этом наследстве, об этих богатствах, глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Вот учитывая изложение именно этой истины, такими словами, глаз не видел, ухо не слышало, на сердце не приходило, ну что-то большое, а что? земное как-то может, я не знаю, может быть, вы поглубже понимаете, но я, например, не могу этого оценить, нет способностей на это, сравниваю с чем-то земным, а вот с чем большим, ну как я могу сравнить, знаю, что нечто хорошее, но, ну и все, и все, и вы знаете, даже если Бог иногда показывает что-то, то оно уходит после, ну допустим, Бог когда-то показал, не знаю, как это было, был я в раю, свободу знаю, летал вверх, куда хотел, ну эту свободу не передать, что это за свобода, правда, был на самом краю, потому что Писание говорит, что между нами и вами утверждена пропасть, я знал, что вот граница, дольше меня не нельзя, но мне туда совершенно не надо, ну а вчерашнюю, пожалуйста, поглядели, фотографии, образ, но за образом, конечно, скрывается личность, и когда уже, допустим, вы видите мою фотографию, я вашу, если мы хорошо знаем друг друга, то мы уже понимаем, на что человек способен, правда, потому что фотография, это фотография личность, а об этой личности мы кое-что знаем, потому что когда знаем о Боге, то знаем, что Христос может делать, когда Христос делал на земле, знаем, что это Бог делал, потому что Бог делает все через Христа силой Святого Духа, который есть образ Бога, невидимый, рожденный прежде всякой твари, он сначала был рожден Христос, не сотворен, рожден, а значит, он был постоянно, но после открылся, как женщина имеет ребенка в отшеве, он в ней, а потом открылся, родился, начал жить, начал делать что-то, Христос рожден, прежде всякой твари, он не творение, он не твар, он не сотворен, он рожден, и в этом есть разница, а все остальное, кроме Бога, все сотворено, ангелы, кшены, серафимы, серафимы, архангелы, ангелы, они все вешают, они все сотворены, и потому творец имеет над ними всякую власть, ибо им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, вы знаете, что это такие цифры, представьте себе, видимое, есть микромир, есть макромир, правда, вы знаете немножко, то, наверное, микромир не менее сложный, чем макро, а вот в одной капле воды, там, кто заглядывал, что микроскоп, там, армия целая, миллион этих маленьких бегает, он сотворил все, вот насколько все это непросто, вот эта система, экологическая система, зависимость одного от другого, чтобы существовало видимое, то мы просто-напросто не представляем, что такое творится в невидимом мире, это бактерии, одни для других работают, одни на других, и так далее, и так далее, и так далее, а им создано все, поэтому, наверное, Господь оперирует такими цифрами огромными, что нам это и не снилось, ни нам, ни нашим математикам, ни нашим ученым, там, 10, какой-то миллиардной степени, наверное, или сотни, им создано все, вот насколько все это непросто, даже в самом человеке, настолько много невидимых для нашего глаза, которые очень важны для нас, что, наверное, если бы только один человек был создан, то уже надо было признать Творца совершенным и очень умным, а так не только один человек, и говорят, что вполне возможно, что параллельно с нами существуют другие цивилизации, ну, если цивилизациями назвать бактериальный мир, назвать растительным, то да, существует параллельно, хотя, конечно, речь идет, наверное, более важная о демоническом мире, о той цивилизации в кавычках, которая параллельно живет, оказывает влияние и так далее, и так далее, и так далее, поэтому, когда мы говорим о Христе, о том, кто нас спас, и кто гарантирует нам жизнь, и кто хочет, чтобы мы ничего не боялись, оседывали за ним, то надо учесть то, что я сегодня говорю. И если то помнить, вы знаете, то что такое человек, и что такое вся армия человеческая против того, который напал над собой, эту огромную вселенную, создал вот этот мир, который люди не изучили, наверное, одного процента не изучили, сотой доли не изучили того, что существует, и, наверное, никогда не придется изучить всего. И Писание говорит, что это вот тот Иисус Христос, с которым мы сегодня имеем дело, за что благодарение Богу. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. То я частично говорил о видимом материальном. Все-таки бактериальный мир это материальный мир. А еще есть духовный мир, о котором мы совершенно ничего не знаем. Потому что если вот этот мир, микромир, можно увидеть через микроскоп, то духовный мир наши микроскопы не берут. Если Господь не откроет, то таких приборов на земле нет. Правда, сегодня говорят, на биоэнергию где-то там измерили. Там умирал человек отрицательная шкала, но тем не менее, ну, измерить измерили, а увидеть не увидели. И многие вещи мы не видим. Мы не видим электроэнергии, видим, не видим. Мы не видим электромагнитных волн, видим, не видим, хотя это материальное явление все. Если говорить о духовном, то еще больше не знаем и не видим. И бы им создано все, что на небесах и что на земле. И видимое и невидимое престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он прежде всего и все им стоит. Вот здесь немножечко есть зацепка, чтобы начальство, то есть нехто стоит в начале всякого явления материального. помните, и увидел я ангела вот, и увидел ангела, который имеет власть над огнем. Помните это местописание? Ему покорились, о крыше написано, ангелы власти, и кто еще покорился? Силы. Избегали силы огня, сила ядерная ему подчиняется. Это все силы. И кто-то стоит во главе этих сил. Когда говорится подчинить, значит это что-то живое. Это что-то не просто материальное. Материя есть материя. Она не думает, она не действует, кто-то ею движет. А в общем-то все пронизано силой Бога. Он создал все эти силы. Поэтому очень легко и просто наши ноги оторвутся от земли. Уберут закон земного отяготения. Даже ангел не поднимали. Убрал земное отяготение, и мы все воспарили куда-то. Не знаю куда, правда. Хотя Писание говорит, пошло ангелов. Они будут собирать. И Бога все просто. Вот эти все законы, которые установлены для нас, мы их не можем преодолеть. А для Бога это не законы. И когда вот эти законы могут повредить, Бог их отменяет все законы. И тогда ничего не действует. Вы помните, если помните, один из братьев с ним, когда его расстреливали, то, говорят, только синяки остались. Он был у брата Кирилла в свое время давно-давно в доме. Я это хорошо помню. И Бог для смертельства только синяки остались от пули. А расстреливали почти в упор. Не работают вот эти законы. В других случаях не могли расстрелять. Курок спускают, а выстрела нет. Отвернулся в сторону, пожалуйста, когда у человека нет. Но когда приходится своей смертью заспечивать свою веру, ну тогда да, работает. Работает, все работает. Но когда у Бога нет плана, чтобы мы ушли с земли, вот этой, то никто ничего не сделает. Никто не помешает, потому что в его вот эти законы наши, они не работают против него. Он их установил, он их прекрасно меняет. И просто дает нам сегодня возможность пользоваться этими законами. Мы их открываем и пользуемся. А вообще, наверное, и мы сегодня пользуемся не самым совершенным, что есть. Когда сегодня читаешь какие-то исследования или исторические данные, то оказывается и в древности люди что-то умели. А в древнем Египте телефоны были, электроэнергией пользовались, батареи нашли. И находят такие сплавы сегодня, которые современная технология не может создать их. Было. А в роде делали операции на мозгу, на сердце, вместо нервов уже являли там серебряное что-то работало. Делали люди, было. И потому то, чем мы сегодня пользуемся, ну, наверное, не самые лучшие законы. Кто-то до нас знал другие. Бог давал и пользовались ими. И все им и для него создано. И он есть прежде всего. И все им стоит. Вот, пожалуйста, ответ на некоторые вопросы. Все им стоит. Он все держит. Силой своего слова. Все им стоит. И он есть глава тела церкви. Вот, какое мы огромное имеем преимущество, что он стал нашей главой. Правда, надо сказать, что не всегда этим преимуществом пользуемся. Не умеем пользоваться. А есть и Христос, который вот такой огромный и могущественный, о чем сегодня даже вообразить трудно, кто он. Есть глава наша, мы члены тела, мы могли бы многое-многое иметь. Кто-то однажды рассказал мне не так давно, не помню, где это было, не помню, кто, когда однажды никто из наших братьев, наверное, все-таки это в Америке было, потому что, ну, не помню, где мне рассказали об этом. Там есть церковь сатаны открыта. Там Антон Лавей создал сатанинскую Библию, открыта церковь сатаны, в Америке это все можно. Ну, и кто-то из братьев наших пошел в одну из церквей, ну, и пошел с таким намерением, в смысле, ну, я им там расскажу, я им дам. Ну, и пошел, говорит, стал там шуметь, он, говорит, поднял руку, говорил этот их сатанист, и сразу его в воздух подняло. А потом он поговорил, опустил его, и говорит, вон отсюда. Ты, говорит, имеешь силу такой, которой мы не имеем, ты имеешь дело с Богом, и ты сегодня в таком положении, вы не умеешь пользоваться. Он удирал оттуда, он ему сказал, вы имеете силу больше, чем наша, вы не умеете ею пользоваться. Я бы не хотел, чтобы это какой-то ужас на кого-то навело. Я просто в другую сторону, они сами признают, что их сила не сравнивается с Божьей силой, а мы имеем доступ к ней, к этой силе. Давайте просто будем молиться, учиться, и вопрос освящения, вопрос веры, чтобы в действительности мы могли пользоваться той властью, той силой, которую Господь дает, и которой мы стали причастниками. И это нечто очень сильное, великое преимущество, но находясь в мире, мы очень часто пытаемся подражать миру, жить так, как мир живет, а когда мы живем так, как он живет, когда имеем всякие же цели, какие он имеет, когда у нас такой характер, какой у них, конечно, тогда сила Божьей не будет действовать. А у нас есть образцы действия силы Божьей. Я не раз повторяю, когда в первое время, время апостолов, наверное, это была, их преданность работала очень сильно, которой у нас нету, там была даже тень проходящего Петра исцеляла людей. Тень. Вера была, было действие силы Божьей. И я думаю, что и сегодня вот этот вопрос, он вполне мог бы решиться, если бы церковь, она в действительности отрешилась от мира, от греха. Но очень сильно привязаны к земле. Очень сильно связаны с материальными вещами. вплоть до того, что сегодня некоторые люди христиане, они не хотят, чтобы их узнавали, что они христиане. Правда? А чего так вот буду одеваться, как белая ворона была? Иногда, когда вырываются, то иногда хуже поступают, чем люди мирские. Они столько побракушек не навешивают на себя, сколько христиане, которые решили, что все можно. Да. Поэтому просто очень хотелось бы... Писание говорит так. Кто хочет быть другом миру, то становится врагом кому? Бог. Кто хочет быть другом миру, а вы знаете, когда можно стать другом миру? Вы не будете другом миру, когда вы будете скромные. Вы не будете другом миру, когда будете молиться. Вы не будете другом миру, когда характер вас христианский прощать будете и так далее, и так далее, и так далее. Грехи не быть. Вы не будете другом миру. Поэтому очень хотелось, чтобы Господь сегодня нас так благословил, чтобы мы могли воспользоваться теми преимуществами, которыми нам дает Господь через то, что мы стали членами тела Христова. Он есть глава. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела Христова. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Смотрите, вот интересно. Он первенец из мертвых. Правда, когда мы читаем Писание, мы находим не один случай воскресенье мертвых. Ильичей воскрешал мертвых. Было такое дело? Илья воскрешал сына наинской вдовы. Там девочку Христос исцелял. На ущении в этой плоти оставались, и опять умирали. А Христос первый воскресенье и уже не умирает, Писание говорит. Но интересная деталь, чтобы им уметь быть первенцем из воскресших и из мертвых, которые уже не умирают, получить вот это тело обновленное, духовное, как мы говорим сегодня, ему должно было иметь во всем первенство. И это первенство не всегда приятное для нас. Вы помните 53 главу Исаии? И он взошел пред ним как отпрыск, как росток из сухой земли. Кто хочет быть таким ростком из сухой земли? Не было в нем ни вида, ни величия. Помните, что еще о Христе написано там в 53 главе? Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Это его путь. И наверное, как его презирали, наверное, редко презирали, как его ненавидели, он во всем имел первенство. И умер позорно и смертью на Голговском Христе. Так немногих распинали. Но зато имеет первенство перед Богом и воскресенье мертвых. от дома, когда прийти, прочитайте, как он жил, какой путь его был. Он во всем имел первенство. И он есть голова тела церкви, он начаток, первенец из мертвых. Да мы иметь его во всем первенство. Ибо было угодно было отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. А полнота кому принадлежит Богу? Он есть стопроцентная полнота во всем. Если говорить о стопроцентной силе, она только у Бога. Если говорить о стопроцентной власти, только у него, о мудрости, только у него, о красоте, только у него, о святости, только у него. Все творение. Вот почему я хотел бы, чтобы правильно понимали некоторые вещи, потому что мы не всегда их правильно понимаем. Когда мы читаем Иова, то написано, что он и в ангелах своих усматривает недостатки. Помните это местописание? Многие понимают, как грехи, а у его ангелов греха нет. А по сравнению с ним они имеют недостаток в мудрости, недостаток в силе, недостаток в красоте, недостаток... Вы сейчас понимаете, что я хочу сказать? Они не боги. Бог это тот, кто имеет 100%. Христос имел тоже 100%. Никто в нем ничего не нашел никогда. Он был Бог воплоти. Все остальные просто подделка. Ибо блогодно был отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его, и земное, и небесное. Небесное остается святым, земное все поражено грехом. И Бог с грехом не может иметь никакого дела. Поэтому Он возложил на Своего Сына грех, смотрит через Сына на все, и как бы не видит, примирил с собою все, небесное и земное. И конечно же, первый объект примирения это человек. Это человек, с которым Господь имеет дело и планирует, чтобы стал членом тела Христова. Вот почему я часто повторяю и напоминаю, почему первые условия, которые Бог поставил на первой страничке Библии, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Помните, сегодня люди немножко это усовершенствовали, а вот браки нужны для удовольствия, и для удовольствия тоже. Но это не конечная цель брака. Богу нужны люди, чтобы из них набирать церковь. И когда верующие люди не хотят иметь детей, они не хотят работать с Богом вместе. Богу нужны люди. Вы меня хорошо, понимаете? Богу нужны люди для строительства церкви. А дьявол делает что-то, попустошить землю, помешать. Удовольствия непохоти вне семьи, потом убийство детей невинных. Если семья создана, надо ее развалить, чтобы ее не было. И смотрите, все направлено уничтожит людей на земле. Однополые браки для чего? Удовольствия похоти, чтобы не было людей. Войны для чего? Чтобы те, которые пришли на землю, чтобы не получили спасение, поубивать их надо. Сегодня культура это убийственная культура. Это культура опустошения земли. Сегодня огромные средства выделены на планирование семьи. Существует организация определенная на земле, которая этим занимается. И все это связано с тем, чтобы помешать Господу построить свою церковь. Я очень хотел бы, чтобы мы в этом не участвовали. В чем противление? И он есть глава тела церкви. Он начаток, первец, он есть глава. Первец из мертвых, да и мы мечем во всем первенство. Ибо благогодно было отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное и небесное. И вас бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорожными и неповинными перед собой. Обратите внимание на эту связку слов тело плоти. Иногда слово плоть употребляется в смысле тело. Слово тело в смысле плоть. Но здесь одно за другим следует тело плоти. Я сегодня не буду говорить на эту тему время уже ушло, просто не хочу разрывать именно вот эту мышь определенную. Но вы подумайте дома, что значит тело плоти. Мы говорим плоть моя, правда? Или тело мое. А вот тело плоти что значит? А тут как раз так написано. ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собой. Поэтому я уже не буду говорить, что без 15 минут не хочу просто разрываться. Пусть Господь благословит нас, пусть вложит в наше сердце то, что мы сегодня слышали, и пусть наша жизнь будет такой, чтобы угодить Господу. И чтобы Он через нас мог созидать то дело, строить церковь, которую Он сегодня строит. А сами, чтобы мы были камнями в этой церкви, чистыми, непорочными, освященными кровью Христа. Аминь. Здесь есть записочка одна. Как правильно поститься три дня и больше? Ну, во-первых, три дня очень легко и просто поститься без всякой еды и без всякой воды. Но это самые трудные три дня. Потому что организм отказывается от пищи. У вас может болеть голова, вам может быть очень плохо. Но это совсем не значит, что вам это противопоказано. Это реакция организма на голод. После трех дней организм перестает работать, так сказать, принимать пищу извне, переключаться на внутренние резервы, и там уже будет легче. Но три дня это очень просто. Там даже мне кажется желудок даже не расстраивается. Он работает. Но просто вот что хочу сказать, напомнить. Прежде чем встать в пост, хорошенько просмотрите мотивы, для чего вам это надо. Вы меня хорошо поняли, что я хочу сказать. В пост можно уступить из гордости, чтобы Бог дал силу, чтобы я начал работать. Но после такого поста можно попасть в психбольницу. Вы меня поняли, что я сказал? И дело не почти в мотивах. Если у вас все чисто, вы не хотите быть большими людьми, вы не претендуете на знаменитость, вы не претендуете на то, чтобы вас уважали сильно, а просто хотите сближения с Богом, спасения получить, молиться, пожалуйста, делайте. Но проверайте, для чего это надо? Люди, которые остановили еще пост по гордости, или я знаю ту церковь, она сегодня есть, той сестры уже нет, когда Бог начал крестить духом святым, она заложила пост, стала поститься и молиться, чтобы разрушить это дело. Она на третий день попала в психбольницу, и впоследствии она туда попадала периодически, все время, потому что за этим постом стоял злой демонический дух. Вы меня хорошо слышите? Вот основная опасность. И дьявол, когда вот об этом не говорили, люди становились в пост, они не думали, для чего это надо, попадали в в психбольницу, и тогда стали говорить, не постись много, не молись много, сойдешь с ума. Много не перепоститесь, много не перемолитесь, если будут чистые намерения, Бог не допустит просто этого. Как это можно перемолиться много? Как это можно перепоститься много? Поэтому мотивы раз, второе, не ел, не пил и молился. Если не ел, и не пил, но не молился, это похоже на голодание лечебное. Поняли меня? Вот основной элемент, а сильно действующий во время молитвы с постом, это молитва. То есть, что это значит? Что, Господи Боже, не буду пить, не буду есть. Что это значит, не буду пить и есть? Умирать начну, но я буду молиться, дай вот то, что я в Тебе прошу. Вы же хорошо понимаете, прекратить есть и пить, это начать умирать. Это начать умирать. Если, допустим, продолжить очень долго, люди с голоду умирают, так вот, смысл какой, в чем заключается? Господи, есть, пить не буду, умирать буду, но дай мне то, что я в Тебе прошу. И Бог тогда обращает внимание на нашу такую просьбу. Ты готов, неизвестно, что получить, но ты хочешь получить. Но чисто должно быть, без всякой гордости, без всякой занудчивости. Иначе будет трагедия большая, будет хуже, чем есть на сегодняшний день. Вот самое главное, о чем я хотел сказать. И второе, если бы даже я вот этого не сказал, то вы помните, значит, Ева, она нарушила заповедь тем, что вкушила. И она разорвала контакт с Богом. То я сегодня делаю обратное. А я для того, чтобы навести контакт с Богом, не стану есть и пить, хотя она имеет полное право. Бог у меня этого права никогда не отнимал и не отнимет. У нас есть право есть и пить. Но ради того, чтобы сблизиться с Господом, я отказываю от своего права есть и пить, а в это время буду молиться. Что еще хочу сказать? Правильные акценты надо расставить. Иногда люди думают, что вот буду молиться, буду поститься, и потому что я молюсь и постился, Бог меня освободит от чего-то. или лучше сказать, это правильно. Говорят, от того, что я изнемог, похоти перестали действовать. Это неправильно. Сам пост, сама голодовка, она не решает проблему. Решает Бог, когда видит эти наши усилия, что мы так поступаем. Вы меня поняли, что я хотел сказать? И не молитвы наши решают проблему, а то, что Бог отвечает на наши молитвы. Вот еще думать, что я буду молиться, и мои молитвы это сделают, то не молитвы сделают, Бог по молитве сделает. Вот эти нюансы стоит упустить, и может не быть успеха. Поэтому вот это надо помнить. Во-первых, мотив, во-вторых, акцент правильный. Не само изнеможение тела помогает мне избавиться от похоти. Я знал людей, которых трошились руки и ноги, которые не могли ходить, а похоти бушевали вовсюх. И есть не может, а похоти не может. Поэтому есть вопрос не в изнеможении тела, а в том, что до изнеможения довожу себе, Господи, ответь мне. Вы знаете, когда мы работаем, то мы не всегда работаем вот так спустя рукава, но работаем так до изнеможения. И мы имеем результат. Поэтому пусть Господь нас благословит. Давайте запомнить все эти условия. Это очень важно, чтобы посильство не было проблем, не было трудностей, не было духовных аварий, если так можно выразиться. Пусть Господь благословит нас. Будет время, когда и тело Господь преобразит. Это будет день восхищение, если застанет нас пришествие Христа в живых, то на земле оно будет усыновлено, а пока что нет. Это странно звучит, наверное, некоторые мы на это не обращали внимания, правда? И когда читали, то все искуплено, да, в надежде искуплено все, а в реальной жизни дух искуплен, а тело оно тело смерти. И Павел говорил, кто избавит меня от чего, тело какого? Смерти. Это тело смерти. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы сегодня наш дух, который обновляется с каждым днем, что он постоянно находился в атмосфере Царствия Божия. Есть Царство Небесное, а есть Царство Божие. Так вот, Царство Божие где есть? Внутри вас есть. И вот, Царство Божие внутрь вас есть. И вот, об этом надо думать, есть или нет. Это мы сами знаем. Я знаю о себе, вы знаете о себе. Это каждый себе должен отчитаться перед собою. У меня в жизни атмосфера Царства Божия внутрь, или не совсем, или вообще что-то делается, неизвестно что. избавивши нас от власти тьмы и уведши в Царство Возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Значит, кровь Христа была пролита для чего? С грехом связана. Для прощения грехов. Потому что Писание говорит так. Ибо без пролития крови не бывает чего? Прощения. Это посланник Евреям, 9 глава, 22 стих. Поэтому кровь Христа была пролита для искупления, уничтожения греха нашего, для омытия нашего греха, который есть. 15 образ Бога невидимого. То есть кто есть образ Бога невидимого? Иисус Христос, Сын Божий. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И читаю с этим 16 стих. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы господства начальства ли, власть ли, все им и для него создано. А вот почему, когда мы говорим, что Бог все создал силой своего слова, то этим словом является не сочетание звука, который мы еще не произносим, а его Сын Иисус Христос. Вы знаете, что он также назван, как Словом Божиим. Вы помните, воинство на конях, потом верно судяще воинствующе, обогранный кровью, и имя ему как было? Слово Божие. Потому когда написано он сказал и сделалось, то это не просто сказал, Христос заработал и сотворил всю эту огромную вселенную, которая есть образ Бога невидимого. Но если условно, что такое образ, здесь довольно такое сложное понятие, но если это примитивно взять, вообще о Боге мы говорим примитивно. Вот даже вот то глубокое, что написано в Писании, оно выражено человеческой речью и не может дать полной картины. Потому что это человеческая речь, наш потенциал. Мы не можем понять Бога до конца. Почему? Потому что мы творение. Мы его творение. И насколько он нам открывается, настолько мы его понимаем. Вот вы, допустим, знаете из опыта, учились где-то в школе и так далее, изучали какие-то предметы. И вы все хорошо знаете, что не все те звуки, которые мы слышим, это и есть все то, что сегодня звучит по вселенной. Есть много таких звуков на таком уровне, на такой частоте, что наше ухо просто не воспринимает. И все. А есть приборы, которые воспринимают. Один человек создал прибор, он воспринимает эти звуки, а другой создал прибор, он уже и звуки, которые рыбы издают, которые мы не слышим, он их воспринимает. Один прибор этого уровня, другой прибор такого уровня. Один воспринимает одно, другой воспринимает большее. Так вот, Бог создал нас такими, на определенном уровне мы его воспринимаем и понимаем. А вообще-то Бога понять очень трудно. Поэтому все рассуждения наши будут относительно примитивными. Я уже вам говорил, что Бога вообще трудно понять. Может быть вас это просто не занимало, меня занимало. И я рассказывал об этом, когда пришло такое время, где-то год прошел после покаяния, Господи, кто ты? Я рассказывал об этом. Я просто хочу весь этим сказать, что примитивно мы вообще не будем говорить об этом. Ну, не можем так говорить, как оно есть. Но я не могу понять, кто такой Бог. И уже настолько, я уже все не рассказываю, и что-то я увидел. И потом бездна обрывается. Очень красивое что-то складывает, цвета такие, которых нету на земле. А потом бездна. И голос неба, который говорит, знаешь мало, познаешь больше, и все равно не поймешь. Потом приходит время, когда сказал, Господи, ну, как устроено вселенное. И Бог показал, что в центре Христос. А вообще вот эти мире вращаются вокруг Него все. И Он держит все силы Своего Слова. Но когда Господь сказал, что у меня во вселенной есть звезды, одна из которых больше, чем вся ваша солнечная система, и свет от нее одной больше, чем свет всех звезд, которые видишь над собою, тогда у меня паралич мозга, кто такой Христос? Христос, когда вокруг Него вращают такие созвездия, что созвездия, звезда одна, больше вся солнечная система. Да-да, кто Он? Я вот читаю идей, думаю, вот насколько примитивно мы понимаем, насколько граница нужна, чтобы понять, кто Он такой. А Он центр всей вселенной. Вы помните, я в прошлый раз вам рассказывал, что Господь, почему никто Богом не может быть, потому что Бог наполняет собой все. И когда Господь сказал, что размер этой вселенной, это вот миллиард световых лет, умножить на миллиард световых лет, и это не все, а Он наполняет собой все, как я могу понять чего? Но как я могу Его понять? Если бы Господь сказал, я такой, как ваша земля, это уже очень большой, но наша земля, то одна соринка, то меньше, чем соринка, а Он наполняет собой все, и находится одновременно во всех местах вот этой вселенной. Но как Его понять? Как Его понять? Поэтому когда дьявол хочет быть Богом, это глупость, когда люди называют себя богами, это двойная глупость, то как? Если Бог, то ты во всех местах должен присутствовать, а ты не можешь это делать, потому Он и Бог, что ну как Его понять? Поэтому относительно Христос пришел и сказал, кто видел Меня, видел Отца. То есть Бог вложил в Него свою мудрость, образ дал. Это настолько, насколько может воспринять наш разум человеческий и наши сегодняшние способности. Но Писание говорит, что Иисус Христос здесь образ Бога невидимого. И что? Он рожден. Рожден. Все остальное создано. Свет создан. Ангелы созданы. Все жители в селе нашей созданы, сделаны, вещи. А Он рожден. Он все время существовал в недре Отчим. И имел славу. Вот это удивительно. Очерк славу, которую я имел у тебя прежде создания мира. Ну что-то было уже. А потом уже мир наш создан. Небо, земля, это огромная вселенная, а Он вечный. Откуда Бог взялся? Не откуда. Он всегда был. А нам это непонятно, потому что у нас начало есть, нам это непонятно. Ну как это всегда был? Всегда был. если бы Его не было, не было бы и нас. И мы не были понятия ни о начале, ни о конце. А так как Он был, Он ниоткуда не взялся, Он был вечно, и будет вечно, а мы не начало. Но если будем ходить в Господе, не будет конца нашей жизни, Он создал нас вечными тоже, за что благодарение Богу. Бога все вечное. Но я обращаю внимание, что если взять по этому тексту, что Отец все сотворил через Сына, и когда говорю через Слово, это означает через нашего Господа Иисуса Христа. И потом, когда сегодня, вот это надо знать, вы знаете почему? Обычно когда встречаемся с мусульманами, они говорят так, они стоят в единобожье, они говорят, вы там каких-то трех богов проповедуете, они говорят, как может быть у Бога сын, у него жены не было, как может быть сын, откуда сын, жены то не было у Бога, они просто не понимают, что его сын, это его слово, это его мысль, но у нас мысль, говорят, биотоки какие-то, я не знаю вообще, что такое мысль, я не понимаю, я мыслю, но я не понимаю, что такое мысль, то у Бога мысль, а мысль, когда облеченные в звуки, это уже словом называется, правда, вы согласны со мной, мысль у всех людей одинаково, а выражается она разным сочетанием звуков, каждый на своем наречии выражает мысли, а мысли одинаковые, потому, когда видишь мысли, то не надо слов, когда видишь мысли, не надо слов, мысли видишь, но мы их выражаем для общения, каждый на своем языке, тот у Бога, его мысль, это личность, равная ему, и он назвал ее сыном, потому, здесь никакой жене речи не идет, и если Бог сотворил все, то у него есть мысль, у него есть разум, у него есть мудрость, правда, вы понимаете о чем я говорю, если бы не было разума, не было мысль, он же не сотворил бы ничего, но он был в нем, а когда он приказал ему действие творить, они как бы разделились, то наша мысль, ну как, она не равна мне, я, вы меня видите, мою мысль вы только слышите, если я ее выражаю, а если бы это Бог говорил, то Христос стоял бы, его мысль, его основа, это тоже личность, равная ему, и сотворил все, через Сына, силой Святого Духа, вы помните, первую страничку Библии читается, вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий, вот это та личность, которая конкретно прикасалась ко всему, то есть Бог все творил, отец через Сына, силой Святого Духа, и кто-то с богословом, я бы тоже говорил, выразил такую мысль, интересно, говорит, Бог это коллективная личность, а вот три в одном, отец, Сын и Дух Святой, и они все равны, они все равны, потому что Бог себя вложил в Слово, Своё, то есть во Христа, силу, могущество, славу, власть, а Христос, Дух Святой, действует этой силой и могущества, которая во Христе, и тоже равен, потому что это стопроцентное все, поэтому я хотел бы сегодня еще раз настолько, насколько можно доступным языком на нашем человеческом, примитивно, очень примитивно, ну вот, что-то о Боге, а как по-другому скажешь сегодня, если, начиная что-то познавать больше, я уже ни разу говорю, паралич мозга не можешь остудить, это такие, величины такими, оперировать цифрами, ну что, вообще, отказываешься думать вообще, поэтому, пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня, ну, образ Бога к фотографии, можно так сказать, вот мы, допустим, по фотографии узнаем, что за человек, правда? Если даже меня не будет, и кто-то даст вам мою фотографию, вы сразу меня узнаете, да? Ну, конечно, вчерашние фотографии, 40 лет назад не узнать, Андрюша, какая-то, говорит, девочка, так он хорошо узнает, а там, я у него девочкой был, когда поглядил, студенческий билет, это, говорит, какая-то девочка здесь.